Приветствую вас, фамилия. Самый такой вот простой, очевидный вариант решения проблемы был бы, если бы вы, например, просто завершили отношения со своим парнем, вот, первым я его так буду называть, вот, если бы вы с ним, например, поговорили, допустим, если бы вы, там, ну, сказали бы ему о том, что у вас уже другие отношения, или еще лучше, если бы вы, допустим, встретились с ним и поговорили вживую, вот, это помогло бы вам, могло бы помочь вам отношения завершить, потому что есть ощущение, что, ну, не завершилось у вас взаимодействие, да, есть ощущение, что отношения не закончились, потому что вы закончили их на расстоянии, на расстоянии, а встречаться начали вы, соответственно, вживую. Вот, и при таком раскладе, конечно, есть ощущение недовершенности и ощущение, что, ну, что как будто бы все еще продолжается, вот. И это чувство, оно может, в принципе, быть и у вас, и у молодого человека тоже, вот. Поэтому, это вот самый такой простой, мог бы быть, вариант решения проблемы, на мой взгляд. Самый легкий путь решения проблемы. Следующий момент, это, в целом, ваше отношение к мужчинам. Немного, немного безответственно, но я сейчас вам стараюсь объяснить, Амелия, почему. Итак, вы пишете, значит, что я встречалась с парнем полгода, все было хорошо, как у обычной пары. Ну, полгода достаточно маленький срок, конечно, чтобы говорить о паре, вот, но вопрос, который я вам должен задать, он звучит примерно следующим образом. Что вас объединяло с парнем, да, с которым вы встречались полгода, что между вами общего было, и было ли общее, если было, то что было общего. Вот, что вы к нему чувствовали, что он там чувствовал, чувствовал, в какой направленности были эти чувства, и, соответственно, что вы понимаете, под хорошо. И что вы понимаете про обычные пары, там еще люди все разные. Дальше, потом я уехал на учебу в другую страну, у нас начали ссоры, недопонимания, в итоге мы расстались. Ну, опять же, ссоры из-за чего, недопонимание из-за чего. В другой стране начал ухаживать за мной другой парень, я ему говорил, мягко, что не хочу отношений в данный момент, но прошло какое-то время, и он добился отношений со мной. Вот здесь, пожалуй, есть некоторая проблема, потому что вы говорите, он добился отношений со мной, при этом вы игнорируете свой выбор, вы игнорируете свои некие-некие действия, да. Вот, то есть, как будто бы, вот, то, что произошло, да, как будто бы произошло, ну, так как я говорил, не с вами. Вот, ааа, с кем-то еще произошло, вот, то есть, как будто бы, вот, это, парень, да, вот, как будто бы он, ааа, сам все сделал, как будто он сам ответственен. За то, что у вас отношения начались, да, вот, как будто бы только, ааа, он за это ответственен, а вы как будто бы вообще не причем, да, и какого выбора не завершало. То есть, ааа, что значит он добился отношений с вами, вот, что я хотел бы, ааа, разобрать, что значит он добился. Означает ли это, что, например, вы, ааа, вели себя так, как будто, как будто вас нужно добиваться. Означает ли это, что вы вели себя так, ну, что, вот, мужчина должен был как-то себя проявить, там, по отношению к вам. Вот, означает ли это, что вы сводите, вот, как-то, вот, из-за этого свою ценность к ценности такой достаточно гендерной, материалистичной, не личностной, не духовной. Вот, дальше. Ааа, у нас с ним все хорошо, мы уже встречаемся в данный момент с ним полтора года. Ну, ааа, вы и первый раз говорили, что все хорошо, а в итоге начались все, как только вы оказались на расстоянии, вот. То есть, опять же, вопрос, который нужно задать здесь, что значит хорошо, хорошо это как. У меня не уходят мысли о бывшем парне. Я постоянно захожу на страницу в соцсети, чтобы обновить его профиль, один раз на меня отписал, мы с ним пообщались, сейчас уже не общаемся, то есть, что вы. Ну, а мысли о парне, это, конечно, эээ, такое, достаточно безликое, в точке зрения оценки и интерпретации, эээ, момент, да, безликое событие. Вот, но что не является безликим событием здесь, так это, пожалуй, то, что представляют из себя эти самые мысли. Какой, какой вектор, например, эти мысли имеют? Что они из себя представляют? Что за ними стоит? Дальше. С моим нижним парнем у меня всё хорошо, опять же всё хорошо. Хорошо это оценка, оценка, это оценка и не очень понятно, что значит хорошо у вас с парнем. Хорошо может быть у вас относительно, но не у него, за него вы не можете говорить. Так, я не знаю, что они сделают, он меня полностью рассматривает, но бывших у меня постоянно в мыслях, что с этим можно сделать? Ну, рассмотреть. Можно. Можно рассмотреть то, что представляют из себя мысли ваши о нём, о мужчине, я имею в виду. Вот, можно рассмотреть. Прошло два года, с того момента, как я уехал, он до суперпичности скучает, по-прежнему любит. Да, я им не сказал, что у меня новые отношения, а такая в виде рассталась. Я боюсь, как бы с нынешним парнем ничего не испортилось. Чего именно вы боитесь? Почему не сказали первому мужчине о том, что у вас отношения? Это стыд, страх, может быть что-то ещё. Пойдёмте. Пойдёмте, пойдёмте об этом. Вот, это важно. На этом всё. Я надеюсь, что помогу вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует...